Сейчас в Бресте прививки от COVID-19 можно получить во всех территориальных поликлиниках, а также в дополнительно открывшихся точках вакцинации. Но особенно удобным способом иммунизации является выездная вакцинация. Уже большое количество организаций получили свою порцию коллективного иммунитета именно таким образом. Весь процесс налажен довольно точно, определяется число желающих привиться и вакцины, которые они для себя выбрали. Российского производства или китайского. Последнюю выбрал для себя и работник Брестского областного управления номер 100 ООСБ Беларусьбанк Юрий Миклашевич, который вместе со своими коллегами пришел на свою первую прививку. Я выбрал китайскую вакцину, потому что, судя по информации, которая у меня есть, от нее меньше побочных эффектов, чем от российской вакцины. Но в целом, наверное, это решение каждого, и российская вакцина тоже безопасна. Но для себя я принял решение все-таки китайской вакцины. Очень удобно, что вакцинация организована прямо в организации, на предприятии, что не нужно никуда ехать без отрыва, так скажем, от производства, сразу на месте, быстро. Сегодня число людей, умерших от этой страшной болезни в Беларуси, более 4200, и оно растет. Что может быть страшнее этих показателей? Они наглядно демонстрируют, что эта машина смерти не планирует останавливаться. Еще раз хочется напомнить, что только вакцинация является самым мощным оружием в борьбе с инфекцией. Во всех учреждениях Беларусьбанка в Брестской области ведется активная работа по организации прививочного процесса и предупреждению заболеваемости. Разработан комплекс мероприятий, начиная от измерения температуры перед началом рабочего дня, соблюдения масочного режима, соблюдения режима дистанцирования и до организации процесса вакцинации. С учетом сегодняшнего дня у нас вакцинировано будет практически 40% штатной численности. Среди работников нашего учреждения наблюдается активный рост желающих вакцинироваться. Люди понимают важность данного процесса в целях минимизации рисков распространения инфекции ковид. С августа месяца сотрудники 2-й Брестской городской поликлиники работают с Брестским областным управлением номер 100 ОАО АСБ Беларусьбанк. В числе тех, кто уже прошел два этапа вакцинации и совершенно точно не жалеет, и сотрудник областного управления Наталья Степаненко. У нас в семье есть доктор, с которым мы консультировались, который посоветовал сделать прививку, поскольку все понимают, что на данном этапе борьбы с коронавирусом это один из наиболее действенных, эффективных способов. Ну, мы надеемся, что нам поможет. Поскольку я была в семье не первая, кто делал прививку, и до этого сделали мои родители, которым по 70 лет, я не испытывала никакого страха перед тем, что необходимо прививаться. Все хорошо, первая прививка прошла без вообще каких-либо осложнений, вторая прививка была легкая недомогание в первые сутки, которое быстро прошло без всяких проблем. Совсем недавно замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко сообщил, что, возможно, в ближайшее время в Беларуси появится еще один препарат от COVID-19. Это Pfizer, вакцинация которым будет осуществляться на платной основе.